Приветствую вас. Я, признаться честно, читая ваш вопрос, испытывал некое недоумение. Вы пишите, что вам 26 лет, вы женаты, имеете двоих детей, дочки 6 и сын год. Как так вышло, что имея достаточно нестабильный заработок, вы, ну, завели детей двоих, поженились и так далее. То есть вы, по сути, создали для себя мотивацию, завышенную мотивацию, я бы сказал, завышенную мотивацию что-то делать, именно самостоятельно что-то делать. Это первое, что вот очень сильно бросается в глаза, прямо очень сильно. Казалось бы, да, вот, ну, нет у вас устойчивой работы. Ну, значит, детей пока рано, если нет устойчивой работы. А вы такое впечатление, что куда-то спешите. Зачем спешите-то? Куда спешите? Дальше. Дальше. Вы говорите, что вы по образованию юрист, но работали слесарем. Простите, а по какой причине так получилось? Нет, ну, то есть вы выучились на юриста, получили образование юридическое, а потом что произошло? По какой-то причине вы пошли учиться, значит, то есть пошли работать слесарем? Согласитесь, это несколько странная позиция, я бы сказал. Поэтому здесь, конечно, нужно исследовать. Ох. Да, такое ощущение, что у вас не получается. Ну, то есть, что бы вы ни делали, да, у вас не получается. Не получается. А почему не получается у вас? Почему не получается? А не получается, потому что вы не прислушивайтесь к себе. Вы своих чувств не слышите, себя вы не слышите. Сами вы, как мне показалось, не взаимодействуете, ну, вот, именно с собой. Вот. То, что вы делаете, это, я не знаю, вы мечтаете, вы мечтаете о чем-то. Вот. А чем вызваны эти мечты? Ну, вот именно ваши мечты. Чем вызваны? У них же, наверное, есть какие-то обоснования. Вы говорите, жить достойно. А это как? Как это? Жить достойно. Так что, мне кажется, это такая очень важная история. Вы говорите, что он мечтает жить достойно. Но ведь это какая-то, знаете, такая, скажем, цель. Конечно. А ведь профессией, если это профессия, нужно заниматься. Именно профессией. И не ради того, чтобы жить достойно. А профессией нужно заниматься. Просто потому, что вам это, к примеру, нравится. Вам это, к примеру, привлекает. И так далее. Вот. Понимаете? А так пока это выглядит, ну, в некоторой степени странно. Дальше. Вы пишите. Значит, живем в небольшом поселке в Старатовской области. Как вы здесь, как вы здесь оказались? Ну вот. Так. Значит, вы пишите. Устроиться неофициально в юридическую кампанию. А почему неофициально? Вот. Перспективы хорошие. Три месяца старался как можно в Корее выникнуть вообще. И начать зарабатывать. Так и надо семью кормить. И кредиты платить. Ну вот. Понимаете, да? То, что у вас здесь есть постоянная мотивация. Это постоянная мотивация, что это делать не для личного роста, не для того, чтобы вот именно делать то, что нужно и необходимо вам. Вам. То есть, хочется пытаться одной семьи. Понимаете? Кредиты вам. И, кстати, кредиты говорят о том, что вы, ну, скажем так, не живете по средствам. Сейчас вы вот постоянно, как бы, как бы личный, личный границ. Да? У вас нет правил. У вас нет. Именно правил. Жизненных правил. Лично, личностных правил. У вас нет. Неплохо. Неплохо было бы начать именно с этого. С правил. То есть, с выяснения ваших правил. Какие они? Жизненные правила. Чтобы все-таки не залезать в кредиты, да? И исключительно жить по средствам. Ну, это было бы неплохо. Понимаете? Вот так. Я думаю, что ваша основная проблема заключается именно в том, что вы, как бы, недовольны. Вот вы недовольны тем, что делаете. А вы недовольны тем, где вы работали. Вы работали с летором, да? У вас... Получалось? Это делать? Но помимо этого, да, помимо этого, вы, собственно, больше ничем не занимались, помимо работы следствия. А можно было бы изучать что-то новое, исследовать, да, вот вы говорите, что на работе там по юриспруденции старался, ну, вникнуть во всё. А почему на работе-то вы во всё вникали? Именно на работе только, почему? Ведь не на работе это нужно делать, вы меня извините, конечно, да, но не на работе это нужно делать, а это нужно делать перед работой, то есть, как бы, если вы собираетесь этим заниматься, то нужно именно заранее к этому себя, к примеру, готовить, ну, к примеру. Вот. Знаете, какая история? История. Вот. Так что, я думаю, что вы, основная ваша проблема в том, что вы вот мечтаете о достойной жизни, именно о достойной жизни вы мечтаете о, вот, но при этом не совсем понятно, зачем она вам, эта самая достойная жизнь, и, собственно, что вообще представляет из себя эта самая достойная жизнь, какая она, эта достойная жизнь, вот. Вот. Понимаете? Потому что, ну, вот, видите, видите, как получается. Вы говорите, дать семье, значит, ну, то, что она хочет. Вот. То, что ей нужно. А откуда, простите, вы знаете, да, вот, то, что вашей семье нужно? Откуда вы знаете? Вы считаете? Вы считаете, что семье вашей важны какие-то материальные ценности? Вы считаете, что семье важно это, а не отношения, не здоровье ваше, ваше, например. Ну, там, к примеру, психологическое. Вот. То есть это вот, на мой взгляд, очень такая важная история, которую необходимо рассмотреть. Вот. Ну, и обратите внимание, что вы пишите, только я не знаю, что мне делать, и мысли в состоянии отправлять меня изнутри. Знаете, есть разница между тем, о чем вы мечтаете, это, скажем так, некие, ну, некие такие устоявшиеся нормы, позиции и так далее. А есть другая история. Есть другая история. Есть то, что касается лично вас. Вот. И вот вопрос в том, чему вы отдаете предпочтение. Вы отдаете предпочтение, там, допустим, каким-то целям, которые для вас установил кто-то. Или вы отдаете предпочтение тому, ну, вот, что вы делаете тому, что вам важно и так далее. Вот. Так что это, мне кажется, в первую очередь нужно выяснить. А дальше уже можно будет работать. Вот чего, вот чего вы хотите сейчас, на данный момент. Что вам нужно? Сейчас, на данный момент. Сейчас, на данный, на данный момент вы хотите продолжить эту фразу. И вот с этим уже можно работать. Ведь достойно, это не, это путь к неврозу. Потому что, ну, не вы определяете, как достойно, да как достойно жить. Ну, вот, соответственно, подумайте. Подумайте, какая у вас семья и чего хочет ваша семья для вас. К примеру. Для чего вы женились? Для чего детей, детей завели? Вот. Поразмыслите, поразмыслите. На эту, на эту тему. Это важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Горь и ее. Продолжение следует...